Сейчас я размышляла о своей жизни и поняла, что я родилась в Советском Союзе, когда накладывалась табуна на любую веру, и вообще невозможно было об этом даже говорить. Все это делалось тайно, если кто-то верил, скрытно. Но мое пробуждение произошло как раз в 33 года, когда я просто почувствовала, что в жизни не так просто, как я думала. И вот с этого времени я начала поиск, истинный поиск дороги. Искала сначала одна, потом с детьми. Ходили мы, занимались сейчас, в последнее время, с внуками. И хочу сказать, что когда я жила без Бога, мне было очень тяжело, и Вселенная мне не помогала. Мне пришлось испытать очень много проблем, трудностей. Но это меня укрепило, и я продолжила поиск. И вот сейчас я дошла до точки, когда я просто чувствую, что если я что-то прошу, то, что это нужно Вселенной, то это мне очень быстро и приходит. Значит, я иду в верном направлении. И когда разговор у нас был на встрече о том, что будет конференция, я стала настраиваться на Господа Майтрею. И еще когда они объявили войну, операцию против Украины, я не могла понять, как, какая война. Вообще не верю, о чем говорят. Но во время того, как я посещала ночью в обители, я проснулась, и я просто это увидела, осознала, что у нас настолько энергии войны много на нашей планете, что они просто осаждаются, что надо с этим что-то делать. И я поняла, что, хотя я давно уже это ощущала, что у меня пламя мира, пламя служения. И на эту конференцию я пришла, чтобы выразить это пламя и помочь нашей планете восстановить это пламя мира и удалить сознание войны с планеты. И я снимаю шапку-невидимку, и я объявляю себя живым крестом здесь, сейчас, в действии на планете Земля. Спасибо. Продолжение следует...